всем привет с вами вновь подкаст хочу в геймдеф и наш 61 выпуск и с вами как всегда ведущие подкастом я вячеслав уточкин сооснователи генеральный продюсер игровой компании гики хаос константин сахнов а игровой продюсер основатель vengeance games и сегодня мы с вами будем разбирать очень необычную профессию которую как таковую то даже и профессии назвать нельзя но мы поговорим про эту тему и назовем ее профессия инвестор в игровой индустрии мы поговорим о том а как сейчас выбирать игры в которые инвестировать и как к этому подходить и с нами сегодня наши замечательные гости которые уже имеют большой опыт инвестирования в игры которые с нами поделятся тем какой путь они прошли с чего начинали и как бы начинали сейчас и расскажут про те грабли на которые наступать на этом пути не надо и если вы сами планируете как инвестор вкладываться в игровую индустрию то этот подкаст поможет вам избежать типичных ошибок а если вы например в поисках инвестиций то этот подкаст поможет вам понять а как мыслит человек который в игровую индустрию инвестирует и поделиться сегодня своим опытом с нами николай пескунов кофаундар developers unknown инвестор как в игровой индустрии так и внеигровые стартапы коля привет приветствую всех слав привет большое спасибо что пригласил очень приятно здорово сегодня сейчас прям поговорим с тобою об очень интересных вещах с нами владимир вареник сооснователи села игровой компании менса основатель сообществе инди-разработчиков инди-гоу владимир привет да да всем доброго дня спасибо что позвали интересная тема за и тебе спасибо что пришел прям поговорим первый раз такую тему поднимаем за 61 выпуск и с нами сегодня сергей голубкин основатель и продюсер издательства настольных игр гиминод и студии цифровых игр гиминод digital сергей привет да слав привет рад всех видеть слышать сергей как раз инвестировал в игры выпускников и слушатели программы менеджмент игровых проектов о которой мы на нашем подкасте уже не раз говорили и с сергеем вы уже встречались ну что ж как обычно наш подкаст предлагаю начать с того что наши гости представятся расскажут о себе и расскажут о своем пути в сфере инвестирования в игровую индустрию ну и давайте сергей с тебя и начнем про если говорить про путь в игровой индустрии то история меня началась где-то в 2005 году когда я пришел в невал соответственно был сначала ассистентом продюсера потом довольно быстро стал продюсером много лет отработал в невале запускал в том числе много аддонов к второму blitzkrieg на платформе z зима много всяких ммо делал был первым продюсером перфект ворлда а вот посленивал поработал достаточно много в мобилках разных вот а в 2015 году пришел в юбисофт там руководил платформой юплей примерно два года семнадцатого года больше средоточился уже на преподавательской деятельности вот со славой на менеджменте игровых проектов и запустил свое издательство и свою инди студию и вот семнадцатого года занимаюсь этой деятельностью то есть ты пришел к тому чтобы начать вкладывать собственные деньги в разработку игр через то что в начале поработал в ряде там крупнейших мировых игровых компаний и подходил к этому уже с высоты тех знаний да да у меня причем история она очень близкая в настольных играх у меня был очень похожий а сначала был автором настольных игр и мои настолки сдавали различные соответственно издательства я посмотрел на все это дело и понял что в принципе нет никаких проблем чтобы издавать свои игры самостоятельно и зарабатывать на этом намного больше чем авторские подчисления вот ну и собственно решил эту модель в настольных играх отлично сработала я решил ее попробовать в играх цифровых как раз тоже с опыта того что я очень много поработал продюсером скажем так на той стороне да там издательской там крупных компаний а вот и в принципе пришел к тому что попробовать самому привлекать средства и выводить игры на рынок это на вполне рабочая модель история вот особенно касающиеся небольших там инди и pc игр здорово спасибо спасибо сергей владимир расскажи пожалуйста какой у тебя был путь ну надо понимать что я в общем человек с экономическим образованием больше чем игровым вот поэтому я занимался управлением коммерческой недвижимостью и оценивал в общем инвестиционные проекты более классические сферы чем геймдев в геймдеве оказался в 2019 году когда проинвестировал студию но собственно игровой разработки место вот вместе с партнерами но в результате ряда событий мне пришлось ее возглавить вот разобраться в создании игр вот проходил достаточно сложно мы наконец умели вот в прошлом году вернуть наши инвестиции этой игры и начать уже инвестировать до тех этой студии на 5 инвестировать другие студии небольшие индия вот и подходить к этому более профессионально вот я в целом основном стараюсь оценивать проекты но исходя из моего опыта работы с недвижимостью и более классической точки зрения то есть не верить в выстрелы хитов а стараться создавать какие-то стабильные продукты и поддерживать молодых подработчиков так собственно у нас появился индиго который летом 22 года как раз в рамках него мы проинвестировали на текущий момент 5 инди студий вот и готовим их к релизу очень интересно мы еще поговорим обязательно как ты подходишь к выбору в какую инди студию проинвестировать потому что наверняка это интересный тем кто вкладывает деньги и особенно тем кто является инди студии непосредственно но давайте сейчас дальше николай привет еще раз расскажи пожалуйста как ты пришел к тому что стал именно инвестировать свои средства в игры я знаю это было давно и в какие проекты вкладывал это было не просто давно слова это было прошлом веке первая моя инвестиция в game дэв состоялась 98 или 99 я был геймер я скажу честно врать не буду геймер с детства и еще участие школе это было 16 лет я со своим приятелем другом начинал свой путь вообще бизнес со сбора компьютеров мы покупали запчасти делали компьютеры продавали да и поток в этот момент у нас скопилось достаточно большое количество запчастей мы решили собрать 5-10 компьютеров сначала играли там с друзьями а потом открыть компьютерный клуб и получается была моя первая инвестиция мы открыли первый компьютерный клуб на нашем в нашем городе это был дальний восток город благовещенск вот так вот и пошло потом у меня был большой период когда не занимался играми вообще то есть меня были другие бизнесы айтишные в том числе в первую очередь на дальнем стоке у меня были порталы городов были новостные ресурсы были аналог группона и прочее но в какой-то момент я понял что игры это моя жизнь я очень люблю игры и решил делать игры но начинали мы с детских игр больше десяти лет назад когда появился только первый ipad у меня родилась в тот момент дочка и я видел как она росла с этим айпадом и матч идет игры для детей тогда еще и получил любил это все нас фичали по всему миру ну и постепенно потом приходили ребята которые предлагали разные большие игры но я в этом ничего не понимала был только игроком ну и примерно 66 лет назад на и я провести серов первый свой проект это яр был проект а как был бум был крайне неудачный проект слушали все деньги на вере вы в этот момент потеряны но потом также была инвестиция в две студии и плюс в основную нашу студию в основном я думаю многие здесь знают ренат незамеддинов это мой партнер в которого он со своей командой пришел мы проинвестировали и сейчас мы с ним партнеры то есть я сейчас не только инвестор этой студии но также и занимаясь много оперативным управлением а сам это бездев ну и плюс еще есть несколько инвестиций в инди студии да кажется среди нас ты самый-самый древний инвестор как знаете вот героях меча и магии бывают энты и древние энты а у нас бывают инвесторы и древние инвесторы да древние древние инвестор мастадонт интересно а сейчас в каких компаниях игровых у тебя основные инвестиции насколько я помню у тебя было сразу несколько игровых компаний вот какая инвестиция была самая выгодная назовем это так и почему если с точки зрения возврата ройда инвестиции то это детские игры свое время мы вложили очень мало в детские игры и они сразу очень у нас полетели потому что это было золотое время apple feature в тот момент не было ничего практически на рынке там был олег ставицкий я думаю многие тоже его знают это мой хороший приятель и он со своими детскими играми ходил я про россию говорю и мы наверное мы были вторые или третьи потом появился интерактивный мульт который как раз ренат незамедимов делал с алексеем и принципе наверное все но мы их делали достаточно дешево у нас была производственная база на дальнем востоке россии где стоило это сильно дешевле чем в москве и там очень были хорошие была очень хорошая окупаемость этих игр но потом времена изменились apple перестал фичерить детские игры поменяли магазин а трафик в детских играх не отбивается ну и мы до сих пор с них что-то получаем на такой длинный 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 хвост скажем тогда но закуп в детских играх не работает первый совет даю всем мое мнение сейчас детские игры инвестировать не стоит это лично мое мнение очень сложный рынок детские игры у тебя же сразу две целевых аудитории родители ребенок да и у них абсолютно разные взгляд на детские игры родители хотят чтобы ребенок чему-то учился там что-то делал и желательно сам чтобы не трогал родители на планшет учись все ребенок хочет играть фортнайтик когда чуть подрастает получается что первая инвестиция у тебя вот такая самая успешная инвестиция была в том что ты первое попал в нужное время в нужном месте в нужную нишу и минимизировал косты разработки за счет разработки в том регионе где ну были меньше аренда меньше зарплаты естественно и меньше все остальные косты да и третье видимо повезло или или это количество или или просто делал их много и количеством брал скорее мы понимали что нужно делать во первых у нас были хорошие ребята методологии которые занимались во вторых мы очень хорошо общались с платформами мы ездили на конференции мы дружили с платформами мы слушали что они хотят у них всегда была аналитика своя да и мы всегда делали то что в данный момент нужно было рынку и за счет того что когда ты дружишь с платформами давайте быть честными самое важное это наверное ну связи какие-то связь смысле этого слова до конференциях с людьми и прочее и конечно если ты делаешь качественный проект если ты будешь на всех их конференции открытые закрытые различные до платформ если ты слышишь что они хотят донести они никогда прямо тебе не скажут дело вот это и мы тебя за фичерим да но ты понимаешь что нужно сделать и если у тебя все получается будет качественно и ты получаешь фичеринг это экономия огромных денег на маркетинг сейчас еще раз говорю это уже не работает а что на твой взгляд сейчас вот есть вот такую нишу взять как вы тогда попали есть у тебя видение какая ниша сейчас является такой как тогда для вас стали игры для детей с одной стороны я считаю что сейчас именно место и время чтобы инвестировать в аи все что связано с искусственным интеллектом связано с играми с сервисами около игровыми с искусственным интеллектом с производством контента потому что я вижу что произойдет революция не валюция революция в ближайшие годы по производству контента ну но с другой стороны пока никто не понимает да это все пойдет как это все приготовить а еще как конкурировать с уже сумасшедшие огромными компаниями которые получили миллиарды допустим я знаю несколько компаний которые сейчас получили огромные деньги они все в штатах да я недавно был в долине и как раз видел это все и ты ну просто физически не можете что ты можешь сделать против adobe у которых огромнейшие производственного да огромнейший опыт и миллиарды долларов да тут нужно конечно искать ниши ниши кротовые норы так сказать да которые выведут тебя с небольшими ресурсами да ниши искать ниши последнее еще расскажу и все таки считаю что лучшая моя инвестиция это инвестиция в компанию дэвэлперс анон мы вот выпустили буквально вот на днях софт лаунч наш большой проект который мы несколько лет делали это браулер шутер мобильный ну еще у нас есть другие проекты и пока видим очень 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 хорошие цифры но это только начало большого большого пути когда когда инвестируешь и видишь очень-очень хорошие цифры это здорово но в мобильных играх ты понимаешь что оперирование продолжается и видя прекрасные ретеншин и даже роз на небольших объемах пока перейдешь к скейлингу еще год пройдет и еще миллион долларов где-то надо взять и тысячу седых волос потому что очень похожая ситуация у нас гики хаус мы видим очень хорошие метрики на наших играх но нужно еще время и нужны еще деньги для того чтобы они стали окупать сами себя и приносите уже сверхдоходы а ты когда-нибудь привлекал соинвестиции к своим инвестициям да да у нас есть проекта инвесторы именно в игровых я также занимаюсь еще инвестированием стартапы но сейчас мы только про игровые стартапах я обычно всегда только в коалиции захожу в игровых двух проектов мы привлекали инвестиции но лид инвестором были собственно если вы планируете инвестировать или соинвестировать в игровой индустрии то мои контакты есть в описании подкаста можете мне всегда писать я вас свяжу вас с николаем и с другими нашими спикерами обсудить такие возможности а мы переходим дальше владимир расскажи пожалуйста а твои самые лучшие может быть самые худшие кейсы какие были и почему вот такое у тебя было целеполагание как ты действовал и как бы сделал по-другому если бы мог сейчас вернуться попробуем попробуем чтобы наши зрители учить учились на твоем опыте они только на своем прежде всего самым успешным точки зрения роя я бы назвал инвестиции в инди разработку прошлом году когда мы инвестируем там порядка 20 миллионов и в этом же году получили порядка 90 миллионов прибыли с этого проекта это наверное самый быстрый самые успешные истории именно инди игр а называть называть нельзя нет я бы поиграл но самым интересным путем который дал мне больше всего опыта это конечно наши инвестиции в менсу потому что мы начинали именно с яра игр это очень интересная тяжелая ниша не сразу все получалось вот но мы научились правильно оценивать перспективу проектов мы научились работать с международным комьюнити вот и это дало свои плоды в целом если бы не менса и не наши инвестиции в вверх наверное но я бы не сумел собрать такую крутую команду прежде всего который помогает не оценивать проекты потому что его во многом доверяю все-таки профессионалам при оценке проектов во вторых но у нас не было положительного опыта того как из игровой индустрии можно действительно зарабатывать деньги из самых провальных историй но чтобы сказать но наверное нужно рассматривать тут отдельные игры да понятно что первый релиз и кроме стиме верный у нас был просто ужас там вот через это в целом проходит все мы потратили там где-то миллион долларов на релизе игра была в отвратительном состоянии мы это починили через месяц потеряли много денег но опять же нашли в себе силы продолжать и моя задача как инвестор в общем наверное основной урок который я вынес и то что я стараюсь искать подсказывать молодым разработчикам это то что задача собственников компании это дать как можно большее количество возможности ошибок потому что там один бит предстоит двух не битвах поэтому команда которая есть релиз даже не успешный она все равно стоит дороже чем команда которая не нюхала пороха вот и но также там исходя из мог там 3 4 5 проект только у студии могут быть успешные первые проекты обычно все-таки не выстреливают поэтому если вы инвестируете в игры надо инвестировать надолго инвестировать нужно имея в запасе еще x3 количество денег потому что шанс чтобы игровой индустрии что-то пойдет не по плану очень высокий вот а вот раз так может быть ты как человек с экономическим образованием и хорошо понимающий вот все как это устроено расскажешь немного нам про инструменты то есть ведь инвестиции так как-то упаковываются из какие-то требования к команде как-то это оформляется из какие-то этапы через которые мы проходим можешь немного на своих примерах рассказать достаточно большой вопрос с точки зрения инструментов инструмент это их на самом деле немного это долю это конвертируемый займ так называемый рубежном праве и конвертируемый займ в российском праве и но по сути просто займ вот три основных инструмент который использует а каждый из них подходит на разных стадиях в начале естественно лучше всего брать людей в долю в проекции то есть как минимум это должен быть конвертируемый займ с какими-то метриками в идеале просто брать в долю чтобы потом если первый проект не получится инвесторы не потребовал вас денег назад вот для того чтобы получить инвестиции ну во первых в идеале в идеале необходимо конечно иметь домоверки это нужно не только для того чтобы доказать что команда способна что-то сделать руками это нужно еще и для того чтобы протестировать спрос на игру у аудитории ну то есть вот так чему мы пришли то что сейчас аудитория и реакция и реакция в реддите в других каналах на ролике она является определяющей и она по сути даже важнее чем какие-то финмодели или что-то еще вот потому что 90 процентов самых успешных игр особенно в сегменте индии это те игры которые получали огромную поддержку сообщества и российского и зарубежного вот поэтому пыш момент демо версии является определяющим для инвестиций потому что идеи сами по себе они стоят не очень много потому что без тех кто может это реализовать и без опробирование этих идей на аудитории инвестиции такие проекты сверх рискован вот и когда есть какая-то опробирование на аудитории это сильно снижает риски это дает возможность либо предложить скажем так больше денег все как с точки зрения интерт работчика попросить больше денег от инвестора вот и предложить за этим меньшую долю чем если идея не опробирована совсем а вот ты сейчас владимир говорил как раз про инди и ну ты вообще много говоришь про инди разработчиков много говоришь это слово наши слушатели во многом это как раз инди разработчики и ставьте лайк кто инди разработчики кстати кто нас сейчас слушает а можешь подскать вот почему именно те проекты которые вы уже четыре проинвестировали инди почему выбрали именно их и что можешь посоветовать тем инди разработчикам которые нас слушают и которые вероятно скоро придут к тебе за инвестициями советовать могу делать демки вот потому что размещение мы поможем и подскажем как протестировать аудиторию вот во что мы инвестировали но в основном в основном это проекты которые во первых нам нравится во вторых проекты которые как раз на наших тестах встречали поддержку аудитории но и прежде всего зарубежной ну то есть в идеале если российской но также мы тестировали те игры которые поддержали на зарубежной аудитории и игры там получали внимание лучше чтобы уже были виш-листы вообще вообще есть два мнения до в индустрии по взаимодействию с инвесторами и создателями с одной стороны если у тебя писи игра компьютерная игра то с одной стороны лучше прийти с страницы с виш-листами где у тебя больше десяти тысяч виш-листов но если ты сделал страницу сам не набрал там десяточки тысяч виш-листов то получается ты уже сильно менее интересен и часто говорят что вообще никогда сами не делайте страницу приходите с демкой но без страницы на steam потому что ее вам сделает издатель самый сам запустит сам анонсирует лучше приходить на этапе демоверсии на этапе страницы потому что на этапе демоверсии но при создании станет за первых можно много ошибок делать который потом чуть сложнее поправить вот и лучше чтобы отдел профессионал все-таки а во вторых но на этапе демоверсии даже не создавая страницу можно уже протестировать игру это основная ценность в таком бизнесе как игровая индустрия идти можно только через максимум тестов и максимум того чтобы слушать комьюнити потому что комьюнити особенно для индии когда мы не обладаем там миллиардными бюджетами чтобы заливать трафиком это является вот интересно пользуясь случаем я тогда сразу скажу что именно этот путь я прямо сейчас и прохожу у меня практически готова небольшая инди игра которая финансирую сам нас команде буквально пять человек мы делаем там аниматоры художники программисты и я и я ищу издателя и вот по совету вячеслава я как раз первым делом пошел к славе спрашивать как же издатели инвесторы смотрят ну в первую очередь не интересны издатели кстати может кто-то из вас тоже интересуется изданием игр вот я услышал этот очень интересный тезис что действительно а часто и инвесторы и издатели лучше реагируют на демку потому что когда ты идешь уже со страницей steam то если она недостаточно крутая всегда видно что не доработали есть к чему придраться может быть игра неинтересная это вызывает лишние вопросы а если есть очень классная демка надо пробовать ну да это соответственно абсолютно правильная позиция но подопадание мы взяли достаточно опытную команду я сам не обладаю опытом игровой индустрии там на 17-летнем взяли команду под пони которые ребята там с 2007 года крутые ребята работают там да 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 и в отделе они работали sony и они в основном помогают нам с паблишингом вот и у нас очень хорошая коллаборатор получилась конечно они помогут они же помогают нам тесты проводить на зарубежную аудиторию поэтому константин я думаю что можно попробовать протестировать на зарубежных площадках привет за него известный человек на рынке давайте двигаться дальше и вот с нами сергей голубкин сергей я знаю буквально на днях прямо систематизировал методологию того как подходить к инвестициям игры для того чтобы рассказать об этом слушателям программы менеджмент игровых проектов и соответственно сергей в том числе есть опыт интересного от инвестирования до выиграли на этапе еще и идеи до того как есть демка что тоже очень интересный опыт которым хотелось бы сергей тебя попросить поделиться тогда поделись пожалуйста кейсами которые у тебя были вот и чтобы сделать по-другому и может быть вот как раз как мы обсуждали вот эту методологию расскажи каких этапов вообще состоит инвестирование в игры ну слава ну конечно не прям на днях было да когда мы там в январе или феврале читали вот давай немножко про кейсы расскажу интересные я просто когда ну скажем так начал пробовать движуху с инвестициями в игры я придумал такую модель которая несколько лет очень неплохо работала вот сейчас сегодня наверное с ней чуть сложнее вот но во всяком случае где-то там шестнадцатый семнадцатый там восемнадцатый там вот док ну и на ковиде тоже она достаточно неплохо действовала да то есть я пользовался именно тем что у меня была достаточно такая большая продюсерская именно экспертиза вот и соответственно я находил проекты на раннем очень-очень этапе в том числе вот допустим на мипе студенческие или на каких-то там метапах конференциях соответственно нет проекта по сути нужно было видеть фаундера с его идеей да вот соответственно там дальше идет некая такая скажем так психологическая оценка самого фаундера да то есть на данном этапе 99 процентов всего решает личность до самого человека который в будущем будет ледом проекта а то себя как бы оценивал на уровне того сможет ли этот человек сделать то что он задумал если он получит ресурсы да то есть наверное вопрос формулируется таким образом вот соответственно дальше как бы оценивал идею и заходил на в проект вот на такой стадии но за какие-то ну достаточно небольшие деньги в масштабах не знаю там пять десять пятнадцать там тысяч долларов да вот в таком ключе и соответственно целью заход на данном этапе было получение как раз той самой ранней какой-то вот mvp истории какого-то прототипа с которым можно идти дальше вот и соответственно моя бизнес модель строилась именно на том что я находила такой проект инвестировал соответственно в тоже то что сделать прототип соответственно обычно на этой стадии соответственно мы договаривались что как бы работаем с человеком 50 на 50 а то есть я как бы оплачу человеку несколько месяцев работы да привлекая еще дополнительно людей которые помогут этот прототип довести вот и после этого я на себя беру историю по продаже проекта дальше да то есть я находил паблишера и соответственно дальше по сути продавал свою долю в проекте в вместе со студии с командой которые на тот момент уже как бы даже сформированы в каком-то виде да который уже имеет прототип соответственно паблишера вот ну и соответственно где то вот на этом месте соответственно была моя прибыль то есть дальше я проектом не занимался вот с того момента как по сути мы сделали прототип Соответственно, довели его до паблишера. Появилась какая-то новая студия, которая с тем самым фаундером. И дальше от паблишера, или не обязательно от паблишера, несколько раз это были истории, когда я выходил не на паблишера, а перепродавал инвестору уже следующего раунда, получается. Ну и, соответственно, в этот момент я обычно из таких проектов выходил, потому что уже дальше либо требовалось какое-то серьезное погружение в него, либо, соответственно, эта история становилась излишне долгосрочной. А тут модель предполагала достаточно короткий цикл. На изготовление и перепродажу прототипа это в среднем занимало 3-4 месяца. Наверное, самая долгая история была полгода, но обычно это 3-4 месяца. И, соответственно, где-то на этом месте вполне себе реально было зарабатывать 300-400%. У меня есть несколько кейсов, когда проект, в который я вкладывал 10 тысяч долларов, я через 3-4 месяца перепродавал за 25-30 тысяч до 40. То есть, ну, вот такая вот бизнес-модель, с которой я начинал. Собственно, по такой бизнес-модели я вывел на инвестиции или на издателей порядка, наверное, ну, больше 10 проектов точно. Вот. Я, если честно, за многими из проектов не особо-то и следил после этого. Вот. Поэтому здесь к вопросу про, ну, как бы успехи и неудачи, да, такой истории. А с точки зрения, ну, как бы моей бизнес-модели у меня в таком подходе неудач не было, да. Соответственно, все продукты удавалось довести, соответственно, и перепродать дороже, чем, соответственно, мне стоило в них войти. Вот. С точки зрения успешности проектов я точно знаю, что, ну, скажем так, наверное, половина из этой истории, если не больше, они потом доделаны не были, да. Но, соответственно, это уже тут моей вины нету. Я, как бы, команду собрал, довел, там, как бы, до издателя. Дальше уже команда, там, по тем или иным причинам, допустим, не справилась. Вот. Таких вот историй, ну, был примерно половина из вот тех кейсов, про которые я рассказываю. Вот. После этого, ну, когда началась вся вот у нас эта движуха в, соответственно, весной 22-го года, соответственно, эта модель, естественно, работать перестала, потому что, ну, в России сейчас, ну, как бы найти паблишера, которому можно там, ну, или инвестора, которому можно что-то перепродать. Ну, пожалуй, весь 22-й, весь 23-й год это была история близкая к нереально фантастической, да, но вот сейчас в 24-м году какая-то, что называется, активность начинает просыпаться, и, соответственно, может быть, эта история, ну, соответственно, тоже продолжит работать. Вот. Ну, здесь, со своей стороны, еще понятная история, да, что, в общем-то, это некий такой подход, он такой вин-вин, да, потому что команда, скажем так, неопытная, но с прикольной какой-то идеей, да, то есть она получает, по сути, в моем лице, ну, там, опытного продюсера, да, там, без дела, который помогает обернуть их идею, ну, соответственно, к продаже, да, то есть, соответственно, я, там, с своей стороны помогал и, допустим, документацией, презентациями, готовил, там, эту историю, как бы, к питчу, сам проводил переговоры, как бы, о продаже, да, ну, и, соответственно, вот на этом месте где-то выходил. Вот. Ну, пару лет как раз стали действовать немножко, как бы, другим путем, да, то есть уже перешли к более, как бы, классической модели именно инвестирования в долгую, да, то есть попытку разработать игру от начала и до конца, вот, но здесь я пока каким-то результатом поделиться не могу, потому что у меня три продукта, они сейчас находятся, ну, такой, в очень активной стадии разработки, да, то есть наша, как бы, флагманская история Twilight Wars, она, ну, вот, скоро выйдет в релиз, да, то есть, ну, скоро, я думаю, это горизонт, там, три месяца, допустим, вот, но пока какими-то, как бы, цифрами поделиться тут еще рано, да, то есть это, Twilight Wars, это проект, в который именно такое классическое, да, инвестирование в долгую, да, когда мы, соответственно, собирали команду, делаем продукт уже пару лет, вот, и планируем его сами выводить на рынок, у нас есть паблишер, да, но, соответственно, вот, и у меня, помимо Twilight Wars, есть еще две игрушки, которые тоже сейчас находятся, там, в разных стадиях разработки, и одна из них, Fioz, я надеюсь, мы ее выпустим к концу 24-го года, вот, третью пока не анонсировали, но, соответственно, там, скорее, через год будет релиз, наверное, как-то так. А еще настольные игры контейнерами, да? Ну, настольные игры, Сергей, более основной бизнес такой, вот, как это, старый, работающий, позволяющий как раз инвестировать в цифровые игры, деньги, которые зарабатываются на настольных играх. А вот Twilight Wars, это же как раз пример соинвестирования, да, и вы вместе с Николаем, я так, вместе с Николаем инвестируете в нее, вот, Николай, а вот Сергей как раз сейчас сказал, что чувствуется, что начал, ну, инвестиционный климат стал становиться, ну, становится в последнее время более благоприятный и чувствуется движуха. А что вот ты видишь, как сейчас ведет себя рынок, затаились ли все или уже начинается активизироваться инвестиционная активность? Я, к сожалению, не могу сейчас сказать про Россию, что-то очень, скажем, из последних новостей, потому что я живу за пределами России, я живу в Берлине. Но вот давайте возьмем в общем в мире. В общем в мире, да, конечно. Да, в общем в мире сейчас происходят, наверное, первые ростки какие-то новых инвестиций, потому что год-полтора было достаточно вообще тяжелое время. Это было не только видно по рынку инвестиций в ГМДФ, но также и вообще в стартапы. И вот только сейчас мы видим какие-то первые реально сходы, что-то нового, надеюсь, прорастет что-то очень большое, красивое и замечательное. Но есть один лайфхак, как получить инвестиции в игры. Первое слово у тебя должно быть АИ. Чем больше оно написано, тем лучше. Тогда с тобой хотя бы начинают западные фонды разговаривать. Если этого нет, то нет АИ, ну ладно. Следующий. Сейчас хайп, да. Сейчас идет такой хайп. И, к сожалению, традиционные проекты сейчас очень плохо привлекают инвестиции. Это не только связано с положением там каким-то России в данный момент. Я говорю сейчас вообще в общем про мир, да. То есть те же чешская студия у меня вот у партнеров. Есть, ну, по-другому немножко проекту там по стартапу. У них еще есть ГМДФ студия отдельная. И вот чехи, ребята чехи. То есть не русские, не украинцы, не белорусы, а чехи. Да, они не могут привлечь деньги. Хотя, казалось бы, чешская индустрия очень сильная. ГМДФ и там есть выходцы ребят с Богеми, Интерактив, еще откуда-то. Ну, из таких достаточно крупных студий. Ну, просто вот сейчас такое время. Ну, и вообще даже взять, если мы смотрим общее количество сделок, есть прекрасные ресурсы. Не буду здесь назвать здесь. Почему можно называть любые ресурсы? Ну, есть, скажем, называется, я скину лучше ссылочку. Да, в описании подкаста мы дадим ссылочку на этот ресурс. Да, да, да. Где ты можешь наслежить вообще все сделки, происходящие на рынке ГМДФ. Ну, или взять TechCrunch, да, обычный берем там, сатируем по ГМДФ, мы тоже видим. Конечно, если взять последние пять лет, то, наверное, тот год был на самом дне. На самом дне. А как думаешь, когда восстановится инвестиционный климат в конце этого года, в следующем году, через два, сколько? Давайте я скажу лучше то, что я услышал последний раз, получиваюсь сегодня в долине, в Кремниево, откуда, значит, ну, все, по сути, идет, да, связано с нашей индустрией, вообще со всей индустрией IT, я имею в виду, венчуром, да. По их мнению, полтора года они сказали. Полтора года, ну, это было полгода назад, плюс-минус, да, ну, то есть годик еще будешь ждать. К следующей весне инди-разработчики могут воткнуть землю в палку, и она прорастет. Да, только садить семечко, поливать надо начинать уже сейчас. Уже сейчас. Любая сделка, любая крупная сделка, это от трех месяцев до полугода. То есть в среднем, это про фонды я говорю, ангел может тебе дать за пять минут денег. А вот ты прикладные как раз вопросы поднимаешь, что сделка длится от трех месяцев до шести месяцев. А давай вообще пройдемся по списку прикладных таких вопросов, которые связаны с инвестированием в игры. И может быть, вот, Коль, я у тебя буду спрашивать, Сергей, Владимир, вы если с чем-то там согласны или не согласны, вы задавайте вопрос, вот, аутсор, ну, когда команда собрана, надо, чтобы они в офисе работали, или это нормально, чтобы они все были там распределенно, удаленно? Зависит от проекта, очень сильно зависит от проекта. Если мы вот возьмем по одной нашей студии, у нас большой проект, где работает под сотню человек, вот там мы стараемся, чтобы костяк весь был всегда в офисе. Это очень удобно. Если берем какие-то небольшие инди-студии, ну, допустим, с Сергеем там у нас, да, инвестиции есть в одну инди-студию, в прекрасную, там ребята все распределенные, они работают фантастически круто. Ну, там очень сильная команда, да, то есть людей очень мотивированных, то есть зависит от проекта. Для меня ок и так, и так. А важна ли юрисдикция, в которой инвестору оформлять права на студию, компанию, зарегистрировать, IP? Если да, то где лучше это делать? Для меня это крайне важно, так как я живу за пределами Российской Федерации в данный момент, и мне важно, чтобы юрисдикция и IP было в третьих странах. Ну, элементарно сейчас очень сложно приобретающие деньги. вне России или не российские деньги, в Россию. А какие лучше выбирать юрисдикции? Пипа, Люксембург, прекрасен, Андорра, Германия. Если ты хочешь работать в Германии и привлекать деньги в Германию, у тебя 100% должно быть. В Германии немцы очень любят локальность, так как французы. Ну, а если ты хочешь работать на мир в США, в первую очередь, это США. Ну, верно. Дело верно. Ну, и давай следующий. Большой вопрос, прям вообще большой вопрос, сейчас со всеми мы его обсудим. А где все-таки, ну вот, ты инвестор, ты как-то находишь компании, в которые в конечном итоге инвестируешь? Людей находишь, в которых инвестируешь? Где, как, как и где найти? У меня все личные какие-то связи, знакомства. Через друзей. Через друзей, знакомых на конференциях. Опять же, не те, которые подходят, ребята со стороны показывают. К сожалению, у меня было такого еще ни одного кейса. А кто-то из друзей показывает. Вот у меня есть прекрасный проект, который я там делаю, инвестировал или еще что-то. Но это должны быть не близкие друзья. Никогда не вкладывайте близких друзей и родственников. Мой совет. Да, это хороший совет. А то можно стать третьим F. Знаете, такая есть трипл F. Friends, Fools and Family. Friends, Fools and Family. Где, в первую очередь, привлекают деньги. Ну, так вот, если ты дал первым F, ты будешь третьим F. Понятно. Хорошо. Спасибо, спасибо. Хороший совет. И это вообще сегодня много от тебя добрых советов мы услышали. Володь, а может, ты мог бы подсказать, вот где ты находишь проекты? Как и где находить проекты, в которые ты инвестировал? Особенно те, с которых ты заработал. Ну, собственно, у меня все проще. Когда мы столкнулись с задачей искать уже профессиональные проекты под инвестиции, мы создали сообщество Indigo и, собственно, в своем сообществе проще всего искать. Дальше, чтобы их систематизировать, потому что запросов очень много приходит, мы вот запускаем акселератор, который позволяет отсеивать и переводить проект к единому стандарту. То есть, единая система управления задачами, project management, единая система оценки проектов. Ну, то есть, я, по сути, создаю инструментарий по отбору проектов под себя. Ну, то есть, потому что работать с каждым индивидуально очень сложно, долго. И, ну, просто на определенном моменте мне приходило больше, там, ста проектов, и я уже путался в чатах, и мы, в общем, начали формировать какую-то структуру для того, чтобы это было как-то систематизировано. Вот, поэтому в основном вот здесь, ну, исключение, конечно, первый проект, да, тут была история 3F. И, в общем, я, на самом деле, ничего плохого в 3F не вижу, ну, то есть, с этого начинались многие великие стартапы. В целом, если все хорошо прописано на берегу, то можно инвестировать, вот, но надо быть готовым, потому что, как бы, инвестиции, это всегда риск, и он в игровой индустрии особенно высокий. Вот, поэтому первый проект, который, вот, мы, собственно, начали, это менсу VR. Там, конечно, да, ко мне пришли друзья и сказали, есть суперкрутая команда по разработке. Ну, вот, понадобилось несколько лет, чтобы с этого вообще начать зарабатывать. Это хороший опыт, но, в целом, я об этом не жалею. А так, ну, я отвечаю прямой на вопрос. Сообщества, сейчас инди-разработчиков много, но мы не инвестируем в проекты, которые находятся за рубежом. Мы, в общем, после того, как я в 2021 году поднимал раунд в Англии, получил оценку 12 миллионов долларов, и после 22 года эта оценка превратилась в тыкву, мы решили с командой остаться в России. И, собственно, с тех пор мы, в общем, фокусируемся на проектах, находящихся в России. Если ребята хотят уехать, мы можем их там нашим друзьям из Нарвал порекомендовать, как-то помочь пройти отбор и так далее. Но базово, я считаю, что в России большой потенциал, потому что низкие косты, хороший уровень жизни за эти косты, и при этом возможность, ну, все-таки, производить очень качественный продукт, потому что у нас очень много противов. А вот, например, если нас слушают сейчас те, кто думает о вкладывать деньги в игровую индустрию, сейчас не вкладывать. Если вкладывать, то во что? Как посмотреть какие-то стартапы? Вот насколько я знаю, ты занимаешься организацией мероприятия для непрофильных инвесторов, которое состоится 12 апреля. Это уже достаточно скоро. Может быть, чуть-чуть подробнее про него расскажешь? Да, это мы совместно с агентством картинок индустрии Москвы сделали мероприятие, посвященное инвестициям. Там будут питчинги, там будут, соответственно, реальные инвесторы. Возможно, даже будут реальные чеки. Мы сейчас работаем над этим. И в целом, ну, таких мероприятий, это системные истории, то есть они проводились в прошлом году и будут проводиться в этом году дальше. То есть одно из мероприятий, куда рекомендую сходить, это мероприятие совместно с АКИ, там 12 апреля будет. Вот. И дальше у нас питчинги проходят каждый квартал в разных городах. Собственно, они всегда открыты, можно прийти, ну, может, в целом, если у вас есть опыт и желание проинвестировать, заявиться и в жюри, мы, собственно, покажем вам проекты, потому что, опять же, ну, в Индебо много талантливых разработчиков, мы в текущий момент всех не успеваем поддерживать, поэтому мы всегда рады, если люди присоединятся и к нашим питчингам. А на твой взгляд, вот сейчас в текущем инвестиционном климате, стоит ли, ну, стоит ли заходить в эту индустрию, если еще до этого не вкладывал никогда деньги в игры? На мой взгляд, стоит, потому что, как раз, как сказал Николай, сейчас время посадить, и через год, когда начнется очередной биток сильного роста, там уже будет отчасти готовый продукт. Ну, и в целом это интересно и высокодоходно, даже на примерах наших вот сегодняшних спикерах и на множестве других примеров, когда игры позволяли сделать их 100, их 1000 и так далее. Но, тем не менее, и риски высокие, и мы понимаем, что 9 из 10 игр могут и не выстрелить. Вот, ты что думаешь с текущим инвестиционным климатом? Ну, инвестиционный климат сейчас, конечно, находится не в лучшем состоянии. Но, прежде всего, инвестировать, конечно, нужно. Это интересный бизнес, и он может приносить прибыль. Но нужно, во-первых, снять розовые очки, то вы сделаете их 100 быстро. Это выстреливает один раз из 1000, и нужно целиться в то, чтобы собрать много проектов в X10. Это вот, ну, или хотя бы там X5. Это основная стратегия. Вот. А во-вторых, нужно минимизировать риски. Это основа вообще любых вентильных инвестиций. То есть, то, что может минимизировать риски, партнер с опытом, паблишер с опытом, своя команда разработчик, которая может отынить продукт, который вам предлагают. Обязательно этим надо пользоваться. Ну, то есть, мы тоже часто инвестируем в партнерами. Мы сейчас вот привлекаем одного из крупных инвестиционных инвесторов для инвестиций в российский игровой рынок. И всегда нужно пытаться делить риски с другими инвесторами, подходить к проектам осознанно и не инвестировать только на ощущение, понравился проект или не понравился. Особенно, если у вас нет опыта в игровой индустрии. Ну, то есть, чуйка или цифры? Что первично? Цифры, цифры, цифры. Конечно, чуйка очень опасная история. Цифры, метрики. Вспомним про те ошибки, которые, к примеру, Сергей совершил в самом начале. Я лично совершил много ошибок, когда пытался брать деньги или когда пытался, наоборот, инвестировать куда-то в различные проекты. У Сергея проектов явно было больше. Можешь немножко рассказать про те кейсы, с которыми ты столкнулся, в контексте того, чтобы наши слушатели поняли и сами в подобной ситуации не совершили ошибки? Слушай, ну, я тут, наверное, больше могу рассказать всяких веселых историй, когда я привлекал деньги на разработку, потому что у меня какой-то очень обширный опыт работы с непрофильными инвесторами. О, представляю. Да, да, да. Это максимально смешная история, на самом деле. Ну, как бы в целом, да, то есть не одна конкретная как направление деятельности. Вот, мне еще как-то так везло, что у меня почти все непрофильные инвесторы были строители. Вот, и, собственно, вот за период где-то с, там, ну, года 13-го, 14-го, да, вот где-то по, там, 16-ых было человек 6. Вот, они инвестировали в разные, соответственно, мобилки, которые я как раз тогда тоже как бы искал, занимался. Вот, ну, и, наверное, как бы глобальная история такая, что, ну, я бы очень советовал не работать с непрофильными инвесторами, если вы хотите проект выпустить. Вот такая, наверное, мысль. Если вы хотите, как бы, привлечь денег и что-то на этом заработать даже, да, то есть, ну, где-то вот на разработке, да, там, в процессе, да, или там, или вписаться в какую-то, там, допустим, там, более, там, заказную разработку, да, то нормальная история. Вот, но если вы именно хотите довести проект до конца, зарелизиться и, соответственно, заработать на уже вышедшем на рынок проекте, да, то, соответственно, с непрофильными инвесторами я бы прям очень не советовал связываться, потому что большинство из них, они немножко в другом, как бы, живут, ну, скажем так, ритме и ожиданиях, да, от того, как работает игровая индустрия. Вот, и зачастую непрофильных инвесторов своя оценка, ну, состояние проекта, да, как бы в текущий момент, да, то есть, потому что, на самом деле, специфика игровых проектов, она включается в том, что в какой-то момент, на самом деле, большинство даже хороших игровых проектов, оно производит для незнающего человека впечатление, что все провалено, сгорело, там, это деньги потеряны, да, соответственно, там, все, все сроки провалены, там, да, и, соответственно, ничего не выйдет, вот, а на самом деле, вдруг, там, через, там, месяц-два появляется совершенно, как бы, отличный, готовый, как бы, к релизу продукт, да, но это связано именно с спецификой производственной цепочки, да, с спецификой, как бы, процессов в большинстве игровых компаний, ну, и с коммуникационными всякими, да, как бы, историями внутри студии, вот, и, на самом деле, вот эта вот часть, она очень часто, как бы, инвесторов непрофильных, как бы, пугает, да, потому что, ну, допустим, строители, они привыкли видеть, что дом строится по кирпичику, да, и они знают, что у них, грубо говоря, там, один этаж появляется новый, там, в три дня, там, да, как, вот, или, там, в неделю, там, как у нас, вот, а с игровым проектом другой ритм, и это очень, как бы, подпугивает. Сергей, а вот, если нас слушают сейчас как раз люди, которые хотят стать непрофильными инвесторами и хотят инвестировать, у нас даже тема профессии инвестор, да, то, вот, если ты непрофильный инвестор, который, вот, сейчас хотел бы зайти на этот рынок, какой совет можешь дать ты тогда? Слушай, я бы точно дал совет, и таких людей у нас даже, кстати, вот, несколько на МИПе училось, да, кто приходил на МИП не для того, чтобы делать игры, а для того, чтобы инвестировать в игры. Вот, я бы советовал разобраться в индустрии, да, ну, если есть, там, время и желание, либо привлечь в себе консультанты человека, который в индустрии глубоко разбирается, да, то есть, вот, именно, то есть, не пытаться, как это, допустим, работает, там, ну, условно, там, со стартапами, да, взаимодействовать только, ну, с другой стороной, да, то есть, только со студией, только с фаундерами, да, как бы, и по, ну, каким-то оценкам, да, по документам, да, по общению с фаундерами принимать решения, вот, потому что, на самом деле, индустрия такая, она достаточно, все-таки, сложная, рискованная и специфическая, да, и, вот, именно на стадии выбора проекта игрового, с кем работать, да, в какой проект заходить, в какой не заходить, да, то есть, здесь очень важно, вот, эксперт на этом именно этапе. Вот, то есть, можно, конечно, и более долгосрочно, да, чтобы дальше следить как-то, да, там, за тем, как проект развивается, вот, но на этапе, как бы, выбора проекта, это, как бы, супер важно, потому что, естественно, вот, до этого, как раз, Владимир, по-моему, как раз, да, говорил, что очень важно ориентироваться не только на некую, да, как бы, чуйку, да, что вот, нравится игра, это, типа, классно, вот, а важно понимать состояние рынка сейчас, там, ниши, ниши, вообще занятость, актуальность идеи, актуальность концепции, понимать, что, какие игры сейчас, допустим, находятся в разработке, да, потому что очень важно в игровой индустрии, это, ну, скажем так, не выходить, да, в конкурентную нишу, да, и если, соответственно, идея может быть классная, но на самом деле есть, там, более сильный продукт, который выйдет с вами примерно в одно время, или что еще хуже, чуть там раньше вас, да, и, соответственно, все, как бы, ниши этой больше нету. Вот, опять же, ниши в игровой индустрии, вот эти, ну, окна возможностей, они все время чередуются, да, и, то есть, какая-то игра выстрелила в каком-то жанре, в каком-то сеттинге, да, то есть, соответственно, она создает окно возможностей для игр в этом же жанре, в этом же сеттинге в короткой перспективе, ну, то есть, там, через полгода после, вот, большого хита, если выходить, то это хорошо, да, потому что аудитория еще прогрета, подогрета и хочет подобную игру, а потом происходит обратный эффект, что несколько лет потом такие игры становятся строго не нужны, потому что люди ими пересытились, да, там, а потом, как бы, цикл опять возвращается, что, там, через, там, 3-4 года опять люди, как бы, хотят те игр, которых давно не было. Вот, ну, и таких вот нюансов их, их очень-очень-очень много, вот, поэтому, наверное, совет, повторю только один, это возьмите сильного консультанта на этапе, ну, собственно, выбора проекта, в который вы хотите зайти. Полностью поддерживаю. Вот, мне кажется, Николай хочет добавить еще тут. Да, мне очень интересна эта тема, я бы хотел немножко, чуть-чуть поспорить с Сережей и поднять более глубоко из вопроса. Первое, смотря какие строители, есть, конечно, строители, которые начинали свою карьеру с маленьких бетонных заводиков, да, с такими не стоит связываться, но есть примеры, я не буду называть компанию, но есть пример хороший, ребята были девелоперы, они построили там в Сити какой-то, еще что-то, и потом они вложили свои деньги в игровую, в игровой проект, ну, они в основном в стартапы вкладывали, но в том числе, я знаю, что они вложили в один большой игровой проект, который скоро выйдет, или уже вот-вот, даже демо, я думаю, все видели версию, большого проекта. Но там был другой немножко подход. Они изначально сделали фонд, изначально наняли людей очень хороших с индустрией, которые смотрели, ну, в первую очередь, с венчурной индустрией. Просто если мы откинем сейчас всех непрофильных инвесторов, то в России, к сожалению, сейчас будет все очень плохо тогда с поднятием любых инвестиций. Увы, все западные фонды ушли. Их просто нет. Внутренних каких-то больших российских фондов, но ВК, не знаю, что еще назвать, ну, практически нету, которые бы вкладывали в игровую индустрию. Следовательно, все-таки большая часть денег, это, наверное, будет сейчас от непрофильных инвесторов, если мы говорим про Россию. Если говорить про ту же Германию, которую я тоже чуть-чуть немножко уже знаю, да, то здесь очень большое количество бизнес-ангелов, клубов бизнес-ангелов. И там, начиная там от различных фармацевтов, ну, владельцев фармацевтических компаний или там сети аптек, кончая какими-то небольшими владельцами магазинов, вообще никак не связанными с игровой индустрией, которые вкладываются сейчас в разные IT-проекты. Я не про Игорь сейчас говорю, я просто про проекты. Но всегда они выбирают, ну, это бизнес-клубы в основном, выбирают себе, там, лидеров, которые уже нанимают людей, и они, скажем таки, sleeping partners, да, то есть не принимают никаких решений, но дают свои деньги. И это очень распространено в той же Германии, да, поэтому я ничего не вижу плохого в том, что вы вкладывали люди, скажем так, с строительной индустрией, главное, чтобы, я говорю, как в молодости у них не было своих бетонных заводиков, да, а так это деньги. Где еще брать молодой студии деньги в данный момент? Здесь Коль полностью согласен, да, я, может, как-то произвело другое впечатление, что я говорил, да, что если рассматривать позиции студии, да, то, ну, брать деньги у непрофильного инвестора, это совершенно, как бы, нормальная история, да, но просто нужно быть готовым к тому, что непрофильный инвестор, он на то и непрофильный, что он может в любой момент сказать, не нравится, не понимаю и, ну, как бы выйти, да, из дальнейшего финансирования. Вот, то есть, мне кажется, для студии это значимый риск, вот, а с точки зрения непрофильных инвесторов, я как раз здесь, наоборот, призываю, что, да, инвестируйте в игровую индустрию, но делать это просто, как бы, не на чуйке, а с умом и с подготовкой, вот, собственно, если коротко, то так. Да, как ты сказал, самое важное партнеров выбирать, которые понимают в этом, сто процентов. Конечно, вы идеальный инвестор, это какой-то большой крупный фонд, который уже вкладывался в игровую индустрию, или бизнес-ангел, какой-нибудь котик прекрасный, пушистый, типа Бобби-котика, да, который пришел, вложил у вас 10 миллионов долларов, а потом еще и продал на следующем раунде, да, большому фонду. Но такие сказки закончились уже несколько лет назад. Сейчас такого практически не найти. Русскоязычной команде. Без разницы, где они в мире. Мы, кстати, еще в будущем, в следующих отдельных выпусках, поговорим конкретно про работу с игровыми фондами. Володь, а вот ты хотел тоже добавить вот по этой теме, скажи, пожалуйста. Да, я, наверное, добавлю, что, ну, вопрос общения с непрофильными инвесторами, он всегда на... лежит на SEO-студии. Ну, то есть у меня вот в первом проекте тоже были партнеры непрофильные, да и я сам тогда был непрофильный, но я, в общем, им очень благодарен, потому что они поддерживали меня, в общем, в даже самых сложных ситуациях, и просто, когда ты с ними нормально общаешься, постоянно информируешься о том, что происходит в проекте, это, в общем, ответственность в SEO-студии. С непрофильными тоже можно работать, они такие же люди, и если им все объяснять, то, поверьте, если они заработали достаточно много денег, то они, в общем, не дураки и явно будут скорее полезны. Вот, а у меня еще интересный момент был, я очень опасно отношусь к консультантам, которые консультируют, но не вкладывают в свои деньги. Я поэтому вот искал, ну, в своем, в своей концепции, что я в основном ищу инвестор в топы, потому что если человек просто проконсультирует, но не готов вложить свои деньги, это звучит рано, вот, поэтому я обычно все-таки рекомендую искать именно тех людей, кто с опытом и их инвестирует вместе с вами в проект. Просто консультанты для меня вот звучат опасно. То есть, когда ко мне приходит проект, и он показывает мне консультантов из игровой индустрии России, известно, я спрашиваю, они вам денег-то дали? Они говорят, нет, мы с деньгами к вам пришли. Я говорю, ну, это странно, я спрашиваю их, почему. Ну, тут, кстати, такой вариант интересный ты поднял про консультантов. Я вот сам оказываю консультационные услуги и сам обращаюсь за ними. То есть, я не очень хорошо разбираюсь юридической составляющей. Ну, или, правильно сказать, вообще не разбираюсь. Поэтому привлекаю консультантов, которыми рассказывают, что делать. То есть, наверное, они вот в таком ключе. Не то, что это, знаешь, с инвесторы или прям полноценные члены команды, это скорее люди, которые помогут тебе увидеть направление, чтобы ты нанял уже в команду более профильных специалистов, как мне кажется. Ну, да, я тут именно с той точки зрения, чтобы нанимать консультантов из игроковой индустрии, если ты не профильный человек. То есть, консультант должен быть заинтересован в проекте. То есть, у меня, допустим, продюсер, который ведет проект, он получает долю с прибылью проекта. Без этого, ну, бесполезно. Вот это хороший кейс. Он не будет заинтересован в этом так, чтобы там работать ночами перед релизом. Вот это вот все, что нам прошло знакомо в игровой индустрии. Боль, слезы, пиксели, кровь. И вот это вот все, что мы любим, страдания в игровой индустрии. Так это же самый отличный момент, чтобы подвести итоги на этих страданиях и каждому дать какое-то напутствие. Точно, точно. И да, вот как раз напутствие. И последний, наверное, вопрос. Вот если бы вы сейчас, вот в настоящее время, только начинали инвестировать в игровую индустрию, то с каким банком, с какой суммой денег вы бы рекомендовали сейчас заходить на этот рынок и в какие сроки ожидать окупаемости? Вот, Володь, давай начнем с тебя. Ну, я бы рекомендовал, имея 100 миллионов, инвестировать 30 и иметь 60-70 в запасе, чтобы доинвестировать. Эти 30 я бы распределил минимум на 3, желательно на 6 проектов. Ты в рублях говоришь ведь, да? Я в рублях говорю. Ну, я знаю, что игровая индустрия – дорогая история, но мы говорим про индустрию, то есть я инвестировать в проекты десятки миллионов долларов не умею, у меня такого опыта не было. Когда будет, обязательно поделюсь. Я могу делиться только всем опытом, который, соответственно, который сам Бладарин. Понял, хорошо. Коль, а ты бы вот сейчас, если бы входил в игровую индустрию, с какой суммой бы заходил и на какой срок окупаемости рассчитывал бы? Если у вас есть последний миллион долларов, не приходите в игровую индустрию инвестировать. Если он у вас есть не последний, берите миллион, делите его на 5-10 частей и вкладывайте в разные суммы. Студии, но входите в коалицию. Если у вас есть большие суммы, тогда уже можно как-то действовать более самостоятельно. Но в одну студию вложить миллион и ожидать, что получите X100, как Слав ты до этого говорил, это из области ненаучной фантастики. Это редкий, очень-очень редкий случай. То есть ты бы сейчас не одну студию свою, например, открывал, а ты бы распределил доли там под 5-10% в 5 или в 10 разных, посмотрел бы, где получается и усиливал бы то, где получается. Да, если это первая инвестиция, она не должна быть в один проект, это мое личное мнение. И она должна быть только в партнерстве с кем-то, если до этого не делал инвестиции в GameDev. Сергей, а ты? Я не могу ошибаться. Слушай, ну я здесь, да, соглашусь тоже с ребятами, что очень важно не пытаться зайти только в какой-то один-единственный проект сегодня. Особенно если мы про инди-рынок говорим, что проектов должно быть 3-4-5. А масштаб, скажем так, истории, да, в которую входить, ну тут очень зависит от размера проектов. Вот, то есть опять же, я бы даже доходности, ну, x10 не ждал на самом деле. То есть я бы как-то поумерил аппетиты там до условных x5. Вот, ну это как бы такая вполне, вполне как бы реальная история. Вот, если как бы хорошо и качественно подбирать проекты, то там, ну, условно, там, вложившись в 5 проектов, из которых, ну, допустим, там, 2 провалятся, а 3 сделают x5, в принципе, как бы нормальная история. Вот, а что касается масштаба, да, то, наверное, здесь имеет смысл, ну, про максимальный масштаб, наверное, сложно говорить, да, там, ну, какие-то несколько там, наверное, там, несколько там или несколько десятков миллионов долларов, наверное, можно даже найти. Но в России, наверное, таких студий сейчас нету. Вот, а если какая-то минимальная история, то, ну, несколько десятков миллионов рублей. Это то, с чем имеет смысл о чем-то задумываться, да. То есть вот Владимир сказал, типа, 100, да, из которых вкладывать 30 и 70 придерживать. Ну, вот где-то вот примерно в такую оценку, да, я бы тоже смотрел. То есть, ну, вот меньше 50 миллионов вообще дергаться не надо, это точно. Вот, соответственно, а вот уже сверх 50, уже что-то можно искать, думать. Ну, потому что даже самая маленькая, ну, вменяемая Индии игра, это все равно, ну, минимум 10 миллионов рублей. Вот. Я не знаю, что можно сделать меньше, чем за 10 миллионов рублей. 5 игр по 10 миллионов. Но лучше, конечно, там 5 игр по 20 миллионов. Ну, и если не обладаете большими суммами, то тоже частый, ну, частый, так сказать, пример, когда на 500 или на 1000 рублей в месяц, или на миллион рублей в месяц, вы входите в какую-то студию, ну, не покупая ее полностью, а приобретая в ней какую-то небольшую долю, непосредственно участвуя в работе этой студии, и на примере вот такого одного проекта, погружаясь в игровую индустрию, и работая над ним, и инвестируя в него. И через год или два, когда проект запущен, у вас уже есть четкое понимание, опыт и знание, а что делать дальше. И опять-таки, есть такие варианты интересны, то можете писать мне. Мои контакты есть в описании подкаста. Мы вот так часто делаем, ну, и с нашими слушателями-выпускниками, когда небольшие именно инвестиции привлекаем на проект, чтобы человек прям учился, инвестор прям учился в процессе развития этого проекта и участвуя в работе над ним. Вот, это тоже интересный способ. Коль? Да, я как раз хотел добавить практически то, что ты сказал, Слав. Я все-таки немножко поправлю себя, что я сказал, от миллиона. Это я имел в виду, наверное, про большие инвестиции с точки зрения того, что ты хочешь там получить какой-то очень, там, не только опыт, а в первую очередь заработать деньги. Но если ты хочешь зайти в индустрию как инвестор и вообще понять, нужно ли тебе это и насколько это интересно, это можно начать с совсем меньших сумм. Я бы сказал, даже, наверное, от 10 миллионов рублей действительно попробовать можно. Но только оценивать это как обучение в первую очередь. То есть заранее, вот как в казино, когда ты идешь, там, ты понимаешь, эти деньги я отложил на развлечение. Потеряю? Потеряю. Выиграю? Значит, выиграю. Та же самое и здесь. Отложил 10 миллионов, забыл про них, все. Их у тебя уже нет. Отдал в студии какой-то. Но выстрелит? Отлично. Не выстрелит, ты получишь прекрасный опыт, который тебе мало где дадут. Ну, разве что на славянных программах, где действительно многому учат. Мне кажется, очень продуктивная, полезная вышла у нас беседа, которая поможет нашим слушателям, кто планирует инвестировать в игры, соответственно, понять, как это лучше сделать. А тем, кто инди-разработчики ищет инвестиции, я уверен, они лучше поняли логику и мышление тех людей, кто будет в их игры вкладывать деньги. Давайте дадим какое-то финальное напутствие нашим слушателям. И на этом будем завершать. Владимир, давай начнем с тебя. Ну, я обычно всегда инди-разработчикам говорю, не сдавайтесь и пробуйте снова и снова, потому что рано или поздно должно получиться. Здесь я, наверное, обращу эти слова к инвесторам, что не сдавайтесь, не разочаровывайтесь в инвестициях, пробуйте раз за разом, учитывайте предыдущий опыт и рано или поздно инвестиции окупятся. Спасибо. Сергей. Ну, мне кажется, что ключевой момент, что, да, сегодня много обсуждали вещей про то, какие могут быть там сложности, проблемы, вот, но точно не надо ничего бояться, да, в индустрию игровую точно можно инвестировать. И в отличие от того, как в играх было, допустим, еще там пять, там, ну и больше лет назад, что это такая более рисковая была история, мне кажется, что со временем игры становятся все менее и менее рискованным бизнесом, ну, таким все более, скорее, как бы предсказуемой, да, историей, в которой, наверное, ключевой момент это оценить то, что проект может быть реализован, да, соответственно, что у него все вводные, адекватные, ну, и в этом случае, как бы, шанс на успех, они достаточно высоки вполне. Спасибо, спасибо, Сергей. Ну и что, Коль, давай с тобой финальное напутствие и на этом будем завершать. Я, как тот человек, который вкладываю и в игры, и в стартапы, могу сказать, игры, это намного круче, намного интересней, в них есть душа, в них есть что-то уникальное, это как кино, ты можешь видеть своими в титрах, что ты продюсер, ну, инвестор, либо еще что-то, это гораздо, гораздо интереснее, на мой взгляд. Ну и рынок будет расти, скажем, годом все больше и больше детей растут, у которых появляются деньги, а растут они на играх. Плюс в наше время, когда происходит революция САИ, связанная с нейросетями, мы не знаем, что будет через 10, 15, 20 лет, возможно, придет весь мир какому-то базовому доходу, и люди будут сидеть играть в играх. Посмотрите фильм «Первому игроку приготовиться». Вот это наше будущее, частичное, и поэтому нужно вкладывать в игры. Спасибо, спасибо, Коль, спасибо нашим замечательным гостям, спасибо вам, наши слушатели, что вы с нами. Обязательно пишите в комментариях свои вопросы, свои предложения, свои мысли. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, мы делаем этот подкаст специально для вас, и увидимся с вами в следующем выпуске. Всем спасибо, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!